Итак, всем привет, дамы и господа, добрейший денёчек, с вами Криптофатеев и всех с наступающим. И сегодня будут Christmas-Christmas подарки для подписчиков, для тех, кто следит за моим каналом, проявляет активность. В первую очередь я раздам подарки на Новый год в виде криптовалюты. Это случится в течение следующей или, возможно, через неделю. Дело в том, что я буду раздавать криптовалюту, как я, в принципе, обещал. И если вы будете проявлять активность, ставить лайки, писать комментарии, адекватные комментарии, то, естественно, это всё будет приниматься и фидбэк вы получите в виде криптовалюты. А если же нет, если же всё будет как-то слабо, да, потому что я там смотрю, накручивают дизлайки, то, ну, ладно, как бы подождём, когда канал восстановится. Я, конечно, понимаю, что я всем надоел с VIP-группой, но поймите тоже меня правильно, потому что мне приходит, например, человек, говорит, о, дай мне бесплатный доступ. Я ему в ответ говорю, вы, когда заселяетесь в гостиницу, вы вот видите фотографии, какие-то номера, да, там всё шикарно, 5-звёздочная там гостиница, хорошо, например, или отель. У вас всё, значит, устраивает, да, и точно так, как здесь я показываю скриншоты, причины отскока. Вот вчера я об этом говорил, да, и, соответственно, вчера я выпускал видео, то, что отскок после падения, возможно, также, вот, пожалуйста, отзывы. То есть это некие такие фотографии гостиницы, подтверждающие то, что она качественная, она 5-звёздочная, там действительно что-то есть, какие-то кровати, какой-то там телевизор плазменный, сделан ремонт, всё классно. Точно так и здесь. Почему другие люди должны платить, да, так скажем, за гостиницу, а не сказать вот так вот, ой, дайте нам ночью переночевать, мы сделаем тест-драйв и, возможно, мы утром заплатим за вашу гостиницу. Почему они так не говорят? Потому что это дизмораль, это по-свински, с той точки зрения, потому что гостиница отапливается, возможно, гостиница, также там потребляется электроэнергия, всё на это тратится, возможно, там есть холодильник с едой. Вы пожрали, вы поспали, вам что-то там кровать как-то не понравилась, вы вышли из этой гостиницы. Точно так и с группой, вип-группой моей, когда, возможно, вы зайдёте в вип-группу бесплатно, а почему другие люди тогда должны платить деньги? Это вот такой вопрос. Возможно, я, да, сделаю тест-драйв в вип-группе, тест-драйв, 100 долларов платите, я вас пускаю на неделю, может, полторы, может, две, и, соответственно, там уже вы будете смотреть, подходит вам вип-группа, платите. Кстати, спонсор этого видеоролика. Кстати, если вы хотите приумножить свой капитал как в крипте, так и в фиате, но нет доступа к достоверной инсайдерской информации, могу порекомендовать вам проект dogocapital.ru. В данном проекте собраны профессиональные трейдеры, что показывают очень хорошие результаты по приумножению капитала. Тем самым вы можете стабильно и гарантированно получать дивиденды от своих вкладов. Прибыль в данном проекте вы можете получать как в крипте, так и в фиате. Ссылка в описании. Что касается, значит, новостей и криптовалют. Сейчас мы видим, что биткоин у нас торгуется выше 4000 долларов. Есть небольшой такой откатик по узкому коридору. Давайте посмотрим на часовик. Здесь пока что идет проторговка. Возможно, набор позиций игрокам, чтобы пустить опять-таки свечку наверх. Потому что сейчас есть такая тенденция, что уже склоняются многие люди к тому, что вот сейчас мы пойдем биткоином на 5000 долларов. Ну, на 5000 долларов мы не пойдем, но еще подрасти как минимум на 4400 можем. И это не исключение. Что касается, значит, вангов подросли они у нас. И причем неплохо, 27000 позиций. Вот тут уже стоит задуматься и поостерегаться. А что же будет? Что же будет? Наберут ли тут люди криптовалюты и пустят ли фитиль вниз? Тоже опять-таки это стоит понять, что если фитиль вниз пускают, то это уже мы идем однозначно вниз. Потому что тут уже хай не обновляется у нас. И таким образом ситуация уже выходит из-под контроля. Ситуация уже не очень хорошая. Хотя сейчас мы видим, что другие криптовалюты Ethereum уже торгуют за 140 долларов. Причем это вот те люди, которые, например, могли купить Ethereum по 140 долларов, нахомячить. Они сейчас могут его слить, если они не сливали до этого. Хотя я считаю, что крупный игрок все просчитал, напугал людей. Они слили по 115 долларов за один Ethereum. А сейчас он тупо, значит, сделал свечку вверх зеленую. И таким образом люди как бы покупают вдогонку и полностью хомячат. Что касается рынка криптовалют, может ли он восстановиться в 2019 году, сообщается здесь. И здесь приводится рассуждение о том, что рынки криптовалют потеряли 80% своей стоимости, а именно Bitcoin. А если мы говорим про альткоины, то они потеряли 96-98% своей стоимости. А некоторые вообще соскамились, а-ля там BitConnect какой-нибудь, да, который построен на схеме Понзе. И здесь говорится, что большой вопрос сейчас, становится ли Bitcoin в 2019 году. На данный момент Bitcoin торгуется около 4000 долларов. И здесь говорится о том, что не нужно отвлекаться на шоу, не нужно отвлекаться на цифры. Вы сосредоточьтесь на основах, и Bitcoin никуда не денется. Об этом говорит Bitcoin-максималист, это не Помплияна. И также он заявил, что Bitcoin и основа Bitcoin как такового не усиливается, и не позволяйте цене на Bitcoin отвлекать вас. Самый эффективный актив за последние 10 лет не собирается никуда уходить, заявил он у себя в Твиттере. Что касается также его заявлений, то, что медвежий рынок сохранится в 3-м и 4-м кварталах 2019 года. Он ожидает все-таки эти настроения. Ну и также он говорит о том, что единственная причина, по которой Bitcoin также может взлететь в 2019 году, это багт, и это будут рекордные значения для Bitcoin. Либо он все-таки будет в 3-м и 4-м кварталах 2019 года пребывать в медвежьих настроениях, то есть находиться во флете и практически убьется волатильность криптовалют, и Bitcoin будет торговаться где-то там около 2500, 2000, а может даже и чуть ниже. То, что сейчас происходит, это локальный рост, и не нужно путать и засирать комментарии своим невежеством. То есть когда вы пишете, что вот ты же кричал в попадании, ну как бы я кричал о том, что Bitcoin обновит свои минимумы, и перезагрузка рынка, она неизбежна. А то, что вы не можете на локальном росте зарабатывать, это как бы личные проблемы каждого. Я считаю, что локальный рост, он на то и локальный рост, чтобы на нем зарабатывать. А мыслить нужно, естественно, реально приземленно, реалистично и наперед. Это вот то, что я могу вам стопроцентно сказать. А что касается торгов, он предлагает фиат заменить Bitcoin SVN, и поскольку они не будут поддерживать его на своей платформе, то здесь говорится о том, что Bitcoin SVN заменен будет, и в итоге фиата не будет на вот этой платформе. Также здесь говорится о том, что четко изъявили Тора о том, что они не поддерживают версию Bitcoin Края Играет, а другие биржи, такие как Coinbase и Gemini, все еще не решают этот вопрос. Binance, Kraken и Bittrex с другой стороны решили поддержать торговлю Bitcoin SV на своей платформе. Ну и здесь говорится, что Тора в наличии от Bitcoin SV для холдеров на их платформе, поскольку биржа не будет поддерживать его в будущем. То есть Bitcoin SV просто заменят и оставят фиатные деньги криптовалют. То есть вначале, возможно, я неправильно донес свою мысль, но в итоге Bitcoin SV не будет, будет фиат. Вот, потому что они особо поддерживают эту криптовалюту. Но как спекулятивный инструмент хочу сказать вам, что Bitcoin SV еще даст о себе знать. Но вот, понятное дело, что сейчас мы видим такие некие, конечно, перегенки, Bitcoin SV, Bitcoin Cash. Хотя, кстати, Bitcoin Cash вернул свои позиции. И, кстати, дал больше прибыли, нежели Stellar. Вот это, в принципе, месседж тем людям, которые топились за Stellar очень сильно и там радовались, когда Stellar там обгонял Bitcoin Cash. Просто произошел хардфорк, распилили деньги и, собственно, перелили их в другие монеты. А люди этого не могут понять и говорят, вот это заслуга Stellar, он обогнал Bitcoin Cash. Да, если бы Bitcoin Cash этого не сделал, у него капитализация сейчас была бы 4,5 миллиарда долларов всего. Просто распилили деньги, вот и все. То есть, люди вот этого не могут понять. Это тоже невежество отчасти. Ну и Kraken запускает маржинальную торговлю Bitcoin Cash и Ripple, XRP. Кстати, у Ripple очень хороший новостной фонд. Подогревается, прям видно, что его подогревают очень сильно. Это что-то значит. И также здесь говорится, что теперь действует, конечно же, полное предложение, которое включает в себя Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, RepXMR, USDT. Ну а теперь Bitcoin Cash и XRP. И, соответственно, сейчас маржинальная торговля выросла в популярности за последний год, так как трейдеры сокращали, продавали слабые валюты для получения прибыли на медвежьем рынке. Ну что касается, значит, налета на криптовалютчика. Дело в том, что в этом году также был совершен налет в начале января, когда ограбили Паула Няшина, который занимался блогом на YouTube, выкладывал в Instagram фотки, там всяких своих денег, да, рублей, долларов, вот сколько у него их много. Потом снял коттедж, начал приводить каких-то людей туда непонятных. И, соответственно, в итоге что сделали с ним? Его ограбили, глаз выбили и забрали всю сумму в биткоинах и в фиате. И здесь говорится, что розыск Петербурга только в минувшую среду, 19 декабря, задержал троих из Ленообласти и одного петербуржца. И они подозреваются в разбойном набеге на квартиру весной нынешнего года, а именно 24 апреля 40-летний предприниматель, биткоин предприниматель Даниэль Атея, своей спутницей зашел в подъезд дома на набережной реки Мойки. Возможно, они торопились, тепло, поднялись на второй этаж, и коммерсант уже был и достал ключи. Когда с площадки выше сбежали четверо в костюмах дорожных рабочих, бизнесмен получил сходу такой удар в живот, что потерял сознание, а его спутнице досталось сначала ногой в глаз, а затем девушку несколько раз приложили головой о ступени, били молча. Ну и в итоге добычей стали 8 тысяч евро, миллион рублей, модная сумка, и значит швейцарские часы за полмиллиона. 4 айфона и 2 недешевых ноутбука. Нужно отметить, что мне вспоминается, вот на ютубе есть такая передача, типа поясни за шмот, и там люди говорят, вот у меня там за 4 миллиона рублей часы, вот у меня там за 4 миллиона сумка, за 10 миллионов у меня вот этот вот какой-то там шарф, и такое ощущение, что эти люди действительно работали по такой наводке. Ну в итоге криптовалютчик не сдал свои ключи, просто отделался тем, что у него забрали айфоны, ноутбуки недешевые. Ну и таким же примерно способом ограбили Павла Макушина, который вскоре покончил жизнь самоубийством, из-за того, что набрал долги в доверительное управление, и в итоге не смог просто все это выплатить. Какие-то попытки трейдинга, оставшиеся суммы на бирже, не увенчались успехом, потому что рынок падал, надо было остановиться, возможно, в шорт. Вот нет смысла сейчас как-то советовать, да, потому что задним числом мы все эксперты, но в итоге парень слег, ну и также причиной стали, возможно, проблемы из здоровья, потому что выбили глаз. Ну в принципе это все новости за последние 24 часа, суть всей басень такова, что не нужно палить свой баланс, биткоины, там деньги и так далее, тому подобное, потому что это все ничем хорошим не заканчивается. Кстати, спонсор этого видеоролика, если же вас интересует примножение своего капитала, как в крипте, так и в фиате, рекомендую ознакомиться с проектом gocapital.ru, где вам в этом помогут профессиональные трейдеры, ссылка в описании. Всем удачи и всем пока!